С вами Азбука Инвестора, я Николай Крженевский. Здравствуйте! Тема этой программы – стратегия агрессивная. Многие компании предлагают своим клиентам готовые инвестиционные портфели. Данный продукт позволяет разместить средства на фондовом рынке, сократив время и риски по сравнению с самостоятельным инвестированием. Распределение активов в портфелях осуществляется на основе фундаментальных исследований и соответствует ожидаемым соотношениям риска и доходности для того или иного инвестора. Сегодня мы поговорим о фундаментальных портфелях, сбалансированных облигациями и включающих в себя акции преимущественно второго эшелона. Сочетая комбинации двух классов активов, акций и облигаций, можно максимально сократить влияние специфических рисков отдельных инструментов. Формирование состава инвестиционного портфеля происходит в два основных этапа. На первом этапе определяется оптимальное соотношение двух классов активов в портфеле, исходя из ограничений по рискам и горизонту инвестирования каждого конкретного клиента. На втором этапе осуществляется оптимальное распределение активов внутри каждого класса. Распределение традиционно осуществляется в соответствии с определенными ограничениями по рискам. Например, аналитик отслеживает риск дефолта, то есть неспособность обслуживать долговые обязательства. Операционный риск – это риск некомпетентных действий персонала, менеджмента, в результате которых может быть причинен материальный ущерб. Отраслевой риск – риск, связанный с конкуренцией, циклическими колебаниями и другими особенностями отраслей реального производства. Правовые риски – риск потерь из-за пробелов или нарушения юридических требований действующего законодательства, в том числе налогового, принадлежность к некоторой группе, холдингу, у ключевого предприятия которого могут появиться проблемы, в том числе правовые. Также учитывается степень информационной открытости, что является чрезвычайно важным критерием для портфельных инвесторов при оценке перспективности включения акций в портфель. Отсутствие или труднодоступность информации существенно увеличивает рисковую премию при осуществлении инвестиций. Наш эксперт Андрей Сапунов. Инвестиционный консультант инвестиционной компании «Финан». Андрей, в теоретической части мы попытались отразить алгоритм составления портфеля ценных бумаг. Совпадает ли он с какой-либо из публичных стратегий, предоставляемых вашей компанией? Да, конечно. По сути, это общий алгоритм распределения активов. Есть еще распределение по акциям и по облигациям. Процесс весьма сложный, трудоемкий, поэтому не буду акцентировать на нем внимание наших телезрителей. Зато охотно приведу в пример одну из таких фундаментальных стратегий. Эта стратегия называется агрессивная, стратегия высокодоходная с размещением части средств в акциях второго эшелона. Структура портфеля разрабатывается главным аналитиком, стратегом, и дальнейшая работа с акциями малой и средней капитализации акции второго эшелона ведется в тесной связке с аналитическим отделом нашей компании. Благодаря тому, что за каждым сегментом рынка энергетика, металлургии, нефтянка, химии закреплен конкретный аналитик или даже группа специалистов, нам удается очень глубоко и детально проработать каждое интересное предприятие, отобрать портфель компаний с максимальным потенциалом роста. В работе с ликвидными бумагами или голубыми фишками используется трендовый подход. Оптимальное распределение активов в портфель по классам наилучшим образом позволяет контролировать риски и достигать намеченных долгосрочных инвестиционных целей. Андрей, а кому Вы посоветуете использовать агрессивную стратегию? Агрессивная стратегия подходит для агрессивных инвесторов, делающих ставку на стабильно высокие темпы экономического развития страны. В долгосрочной перспективе ожидаемая доходность данного портфеля значительно превышает потенциальный прирост стоимости портфелей, в которые включены облигации. Тем не менее, выбор данной стратегии инвестирования означает принятие повышенных рисков ощутимого снижения стоимости инвестиционного портфеля вследствие неблагоприятной рыночной коммунитуры. Доля классов активов в портфеле определяется на основе анализа характеристика риск-доходность по историческим данным рынка акций и облигаций. Так, в качестве индикатора исторической динамики сегмента акций используется индекс РТС. Коэффициент корреляции с нашим фактическим портфелем за последние три года составил 80%. На основании методики ВАР мы оценили наихудшие вероятные сценарии для сегмента акций в зависимости от времени инвестирования. Андрей, вы не могли бы в двух словах объяснить телезрителям, что такое упомянутая вами ВАР? ВАР – это величина убытков, которая не будет превышена с определенной долей вероятности. При этом ВАР расшифровывается как «value at risk», зависит от риска. Портфель, сформированный из акций второго эшелона и облигаций, имеет ряд преимуществ. Инструменты с фиксированной доходностью позволяют избежать чрезмерного риска во времена сильной волатильности на фондовых площадках. А ценные бумаги второго эшелона обеспечивают высокую прибыль. Однако важно помнить о том, что скупать весь второй эшелон подряд не стоит. Акции должны быть подобраны в ходе тщательного анализа. С вами был Николай Крыженевский, спонсор показа – ЗАО «Инвестиционная компания Финам», входящая в состав холдинга «Финам». Удачных вам инвестиций и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова